Оперативное совещание в Центре управления регионом снова перенеслось с понедельника на вторник. Первые его минуты прошли традиционным образом. Подведение итогов прошедшей недели, поздравления и грамоты. От приятного перешли к жалобам жителей. В первую очередь негодование вызвали дороги. Если говорить конкретнее по дорогам, то на первом месте видите, с каким отрывом уборка снега на дорогах, 1678 обращений, ну а дальше уже все достаточно планово. На следующем слайде мы видим, какие именно дороги вызывают тревогу жителей. Республиканские дороги 22 обращений по этому поводу, муниципальные дороги 1656 обращений. И ни одного обращения не было по федеральным дорогам. Кроме того, жители жаловались на уборку снега во дворах, благоустройство общественных пространств и на неисправные фонари. Они стали следующей темой для доклада. По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ региона Ирины Головановой, в 2019 году стартовала программа по улучшению уличного освещения в районах и городах Башкирии. Бюджет программы с учетом софинансирования муниципалитетов составлял 642 миллиона рублей. Было установлено и заменено более 40 тысяч светильников, смонтировано более 1 тысячи километров СИП, установлено более 5,5 тысяч опор наружного освещения. В последующие три года программа была приостановлена, чтобы влияло на количество обращений жителей в социальных сетях. Только за прошлый год жители Башкирии жаловались на неработающие светильники около 2 тысяч раз. Хуже всего обстановка в Уфе, а также в Уфимском и Иглинском районах. Всего в республике нужно установить более 58 тысяч светильников. В текущем году принято решение о возобновлении программы. В отделении на реализацию программы в текущем году из бюджета Республики Башкортостан 200 миллионов рублей улучшат ситуацию с освещением подходов к социальным объектам, школам и детским садам. Это позволит установить более 2720 опор и светильников и смонтировать 136 километров самоизолирующего провода. Все 63 муниципалитета примут участие в данной программе. Кроме того, власти ищут дополнительные 100 миллионов рублей. Программу намерены реализовать до конца августа этого года. После доклада Радий Хабиров обратился к опыту мэра Уфы. Насколько я знаю, когда Радий Хабирович работал в Нефтекамске, у вас там был опыт энергосервисного контракта, да? Да, энергоменеджментом плотно занимались. Хорошо получилось, нет? Конечно, намного светлее становятся отзывы жителей, достаточно позитивные. Безусловно, для бюджета хорошие. А вот сейчас вот в Уфе у вас как дела идут? Да, Радий Хабирович, по вашему поручению мы этим вопросом занимаемся. И сегодняшний день подписан энергосервисный контракт. Все 50 тысяч светоточек мы в этом году заменим на белый свет. И более того, он будет более светлый. Не просто, как бы, задача стоит белый свет поставить, а по люксу, чтобы было светлее. Эту работу мы начали. Ирина Александровна, давайте вот вам поручение в течение месяца изучить опыт нефтекамского Уфы. Я ничего не навязываю, потому что я только со слов знаю, так? Но, правда, говорят, что эффективный опыт. Далее все заслушали доклад о работе веса габаритных постов в Башкирии. В следующем слову взял генеральный директор аэропорта Уфа Александр Андреев. Он обрадовал новостью об открытии новых рейсов из столицы Башкирии в Самарканд, Минск, Тель-Авив и Урумчи. Продолжается и строительство навеса, который объединит терминалы аэропорта. Напомню, что основное значение навеса – это технологическое пространство для пассажиров и сопровождающих их лиц. Навес будет использоваться и как стыковочный элемент для посадки и выездки пассажиров под крышей, заездом автотранспорта и автобусов, и как сектор ожидания пассажиров, для чего предусмотрен внутренний интерьер, и для информирования пассажиров и их технологической подготовки к вылету. Перед входом в терминал предусмотрено и будет установлено информационное табло рейсов и навигации движений пассажиров. Ради Хабиров намекнул на некий проект аэрофлота, за который бьется Уфимский авиаузел. В завершении оперативки глава региона поздравил женщин с приближающимся международным женским днём. Андрей Шарыгин, телеканал ЮТВ.